Молодой в камуфляже с большим рюкзаком, так описывает своего вечернего клиента Николай. Говорит, очень редко кого-то подвозит. Есть другая работа – охранник в банке. Но тут почему-то решил сделать исключение. Военный подходил несколько раз и просил отвезти его в Купенск. Подходит, говорит, пожалуйста, батя, пожалуйста, хоть куда-нибудь. Я говорю, ну куда? Он говорит, додживой. Давай додживой. А заправишь меня бензином? Литров 5-7 до бензина заправишь, и я тебя отвезу. Как солдата, просто пожалел. Но до заправки не доехали. Попутчик начал диктовать свои условия и, видимо, для убедительности выстрелил из внезапно появившегося в его руках автомата. Николай, бывший оперативник московского райотдела, отреагировал мгновенно. Заглушил двигатель и ударил по тормозам. От этого толчка, он с автоматом, ну это толчка резко, он ударился с сидушкой, сиденья пассажирского. Вот. В этот момент я, когда сволок направлен на меня, он говорит, раз, и сволок так был. Я хватаю за ствол и держу. И хотел вырвать, он же слабый, физически слабый. Вот. Хочу вырвать автомат. И хотел, чтобы он не нажал на спусковый крючок. Потому что магазин был перстежен. И там, ну все-таки, 30 патронов, один выстрел. Был на одиночке у меня был. Не на автомате, а на одиночке. Вот. В этот момент я пытаюсь выдернуть автомат. Он держит. Ему легче держать, потому что у меня же за ствол. Ну, у меня рука не сказали. Во-первых, там ушко. Я руками держал за ствол. И держал в сторону крыши машины. Он говорит, брось ствол, иначе достану пистолет и пристрелю. Я же единственное, что, ну, тревожка была, что он достанет пистолет. Я думаю, ну, я не давал ему даже достать карман, потому что я постоянно, вот это было, ну, короче, было движение с одним автоматом. Вот. И не давал ему выстрелить. И тут подвыпившему автоматчику не повезло во второй раз. Следом за Ланосом ехал патрульный автомобиль. Водитель открыл окно и подал жест рукой об остановке. Мы остановились, вышли из машины, увидели оружие. С напарником Бойко было принято решение обезвреживать данного человека. Вытащили с машины, обезвредили автомат. В ходе поверхностной проверки нами было выявлено у человека в камуфлированной форме два магазина полных патронов и 30 патронов россыпи. Сейчас задержанным занимается военная прокуратура, подозреваемый, служащий одной из военных частей Чугуевского гарнизона. На данный момент его расположены в Харьковской гарнизоне. И сегодня следы и військовой прокуратуры Харьковского гарнизона уже предъявили ему подозру, в которой кажется, что его подозривают в замахе на убийстве, а также в самовильном залишении частини с оружием. Військовой чиновник оставил через паркан. Сейчас становятся причины и обставины. А также, верно, известно, что он на момент затривания был с явными ознаками алкогольного спьянения. Также сейчас ясовывается, где он жил на убийстве, або на территории військовой частини, або за межами. И, конечно, и командир его будет покарен, если в случае он прошел військовую дисциплину на территории частини. Параллельно с прокуратурой в военной части проводят служебную проверку. Обстоятельства вооруженного побега устанавливаются. Галина Шподарева, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости.